ПЕСНЯ 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 Добро пожаловать в Объединенные Арабские Эмираты. Мы прибыли в аэропорт Дубай. Для вашей безопасности просим вас не размещать вещи в проходах и оставаться на своих местах пристегнуты при мне безопасности за полной остановкой самолета. Так, пошли дальше, пойдем. Вот такой, я не знаю, не пробую, стролбери. А это вот классическая мохито. Надо взять сейчас. Нашла? Что надо? Да, драй. Ну, опять другую не перезаберем. Это как раз наша самая первая комната. Окошко у нас выходит не на улицу. Мы с вами в путешествие отправились в район Дейра. Дейра в переводе с арабского на русский звучит «деревня-селение». Эта улица названа в честь бывшего президента страны, шейха Зайта, пин султана Аль-Нахьяна. Когда это здание открывали, практически все страны делали ставку на крушение этого проекта. Ведь никто в мире не верил, что на движущихся песках здесь, в Эмиратах, можно построить вот такое вот высотное 33-этажное здание. Внутри этой башни расположен пятизвездочный отель «Армани». Есть жилые квартиры, жилые апартаменты, офисные помещения. В свою площадку оплачивайте 400 дерхамов и, поднимаясь на 124-й этаж, с высоты 460 метров можете посмотреть панораму всего города. Продолжение следует... А впереди еще, это получается, середина башни. 828 метров. Вокруг башни Бурш-Халифа строится ровно 40 небоскребов. Эти все небоскребы строятся в честь дня рождения этой страны. Они отстроили за вот этот короткий период времени, за 12 лет. По сей день, со времен шейха Зайда, каждой арабской семье, каждые 15 лет выдается новое жилье. Не принято, не положено у них жить в одном особняке, в одной квартире более 15 лет. Прожили они там какое-то время, из одного особняка они переезжают в новое жилье. И представьте за период жизни, сколько у них накапливается жилья. У кого-то может быть три, у кого-то может и больше. Служат они в армию по контракту. Срок контракта оговаривают сами. Ежемесячно получают зарплату в полторы тысячи долларов. Это частные клиники, спа-салоны, кафе, рестораны. Это арендует жилье иностранцы, бизнесмены, которые занимаются бизнесом на территории этой страны. И, конечно же, все это жилье они арендуют у местных граждан. Этот отель попал в книгу рекордов Гиннеса. С правой стороны, видите, круглая тарелочка. Это вертолетная площадка. Там установлены теннисные корты. И четыре года назад наш теннисист Марат Сафин и теннисисты из Англии играли теннис вот на этой круглой площадке. Буквально в апреле месяце было открыто, если с нее спуститься, захватывает дух. В этом аквапарке более 28 горок. Вот эти золотые скакуны. Они практически расположены прямо до входа этого отеля. Остров представляет собой два огромных искусственных архипелага диаметром 6 километров. Конторы острова сделаны в виде пальмового дерева. Весь остров окружен барьерным рифом. Именно на барьерном рифе в ряд выстраиваются все пятизвездочные отели. Когда недвижимость была построена на Пальмовом острове, она была распродана за 72 часа. 60% недвижимости на этом острове скупили наши с вами сограждане. 40 из числа европейцев. Построен он в море на намытом искусственном островочке. И соединяется он с берегом мостом. Въезжаем на ствол. Ну а с левой стороны вдоль дороги цветет магнолия в белом садвете. Вот она ветка А пошла, потом за ней П и так далее. И прямо посередине ветки А, видите, был снежный особняк с зелененькими окошечками. Это вилла Шумахера. Обратите внимание, что при каждом доме, как и при каждом особняке, есть выход к морю. Имеются свои пляжи. В январе месяце была открыта мечеть. Ну а эта мечеть построена в стиле хай-тек. Ну а мы с вами въезжаем в туннель. Этот туннель на сегодняшний день считается самым длинным туннелем. Протяженность туннеля полтора километра. Весь туннель обустроен с кондиционированием. Везде видеокамеры висят. Мы с вами едем по намытому искусственному острову. А над нами плещутся воды Персидского залива. Мы с вами едем по воде и под водой. Над нами расположен пляж отеля Атлантис. Именно вот этот туннель соединяет остров с барьерным рифом. Вот такое идет между ними соединение. И обратите внимание, что и справа, и с левой стороны нарисованы картиночки тех островов, которые намываются еще здесь, в Дубае. Один остров намывается рядом с парком Аль-Мамзар-Бич с левой стороны. Эта пальма будет лежащая на правом боку. Она будет называться Пальм-Дейра. Еще в море от берега намываются 300 рукотворных островов. Они будут сделаны в виде карты мира. И еще одна пальма намывается в сторону Абудаби. Она будет называться Пальм-Джебел-Али. Все эти три проекта в будущем попадут в книгу рекордов Гиннеса. 900 долларов. Ну, королевские сюты 35 тысяч долларов в сутки. Причем номеров пустых на сегодняшний день нет в этом отеле. В этой стране бензин продают в галлонов. Причем бензин высшего качества. Есть 95-й и 98-й. Супер и спешл. Будущий супруг ходит на женскую половину. На женской половине подписывается брачный контракт. Муж будущий супруг своей жене дарит не меньше двух килограммов золота. Родителям невесты выплачивают 50 тысяч дирхамов за то, что они воспитали и вырастили дочь. А самое главное, что молодая семья от государства получит 20 тысяч долларов на свадебные расходы. Плюс ключи от однокомнатной квартиры. Ну и когда семья увеличится, им выдается особняк. Ну, как сейчас утверждают юноши, молодые арабы, юн. Они говорят, что все-таки иметь несколько жен – это очень дорого и невыгодно. Предпочитают все-таки иметь по одной жене. Торгово-развлекательный комплекс «Дубай-Мол». Я вам говорила, что в этом торговом комплексе расположено 800 магазинов. ПОДПИШИСЬ! ВОСТОЧЕСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ! Ну и чем-то же? Вот это платье стоит 70 тысяч рублей, да? Субтитры сделал DimaTorzok